Добрый день в студии Укрлайф ТВ. У меня в гостях сегодня два хедлайнера, просто лидеров мнений, конечно, Кирилл Молчанов и Руслан Безьяев. Здравствуйте. Добрый день. Немного времени с вами так вот бы проговорить весь вечер, потому что на радость нашим подписчикам и всем тех, кто хочет подписаться еще, придется как-то ограничиваться, поэтому сразу к делу. Я думаю, что одно из таких событий, которое нам предстоит скоро и к нему как-то нужно подойти, оно такое серьезное, драматичное, трагичное даже, это очередная уже годовщина гибели людей на Майдане, которые связывают уже как-то через название этой улицы Небесная сотня, проспект Бульвар Небесная сотня, то есть вот и есть идея там увековечить, там какой-то парк, ну кроме всего этого идет расследование, что вы там думаете, что знаете, может какие-то новости у вас насчет есть и вообще как вы к этому подготовились к вопросу? Руслан, что вы об этом знаете? Ну из того, что я прочитал и услышал за последнюю неделю, как бы у меня сложилось однозначное впечатление, что Майдан организовал Путин. Как это у него получилось, это уже второй вопрос, но результат на лице. Если же говорить серьезно, то проблематика событий 20-22 февраля 2013 года на Майдане остается такой кровоточащей раной нашего общества. И вот на протяжении четырех лет мы все время пытаемся и в этой студии между собой найти ответ. Так что же это было? Три года подряд нам выдвигали всякие разные версии, а к четвертой годовщине мы поняли, что никакой версии нет. Почему? Первый вопрос. Кому выгодно, а кому не выгодно, чтобы люди не знали, что произошло на Майдане? На мой взгляд, ответ очевиден тем, кто сейчас при власти. Именно поэтому за последнюю неделю мы слушаем версии одна смешнее другой. Скоро, например, там версия Наливайченко о том, что 20-го члена была вводить чрезвычайное положение. Получается, что Янукович должен был вводить чрезвычайное положение? Чтирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Скоро дойдет до того, что чуть ли не Пашинский встречал в Киеве вежливых людей. Только по счастливому стечению обстоятельств это все закончилось Крымом, а не Киевом. Смех, смех. Порубишься, говорит, что к нему подходили, говорят, что российские диверсанты на Майдане. Да, понимаешь, когда там дал показания. Мы с этого смеемся, а ведь часть аудитории это воспринимает вполне серьезно. Не, ну мы тоже не смеемся. Потом снимали фильм, и он есть у нас на сайте, называется 20. Это вот 20-го число, день расстрела, по сути, массового расстрела. А до этого же были, помните, еще убийства Ни Гаян и поляка этого. А где результаты расследования, Андрей? Да, и вот в этом фильме просто собрано интервью из открытого доступа. И, конечно, там горе людей, оно же там, ну это звучит как-то, может быть, извините, там чуть пафосно даже, да, но эти все родственники, родители, люди, которые, в общем-то, не ожидали, что их там родных возьмут и просто расстреляют там в упор, да? Вот они до сих пор ждут. А кто стрелял, Андрей? Да, я же хотел вас узнать. Ну, скажем, ситуация настолько запущенная уже, что вот об этом мало говорят в прессе, но все в основном обсуждают дело вот это публичное в Оболонском суде по госизмене Януковича, и им просто отвлекают другое дело. В Печерском суде как раз-таки по расстрелам на Майдане, потому что его засекретили, что якобы там есть информация, которую нельзя разглашать. То есть оно, и вчера, кстати, оно было, это заседание очередное, там вообще устранили адвокатов Януковича и назначили опять госзащитников. Вот. Почему засекретили, если уж так говорить, объективно? Потому что, действительно, говорит Руслан, очень много есть вопросов, о чем занимались представители нынешней власти в тот момент на Майдане. Есть альтернативная, еще одна версия итальянского режиссера в фильме, описанном на годовщину начала Майдана, про грузинских снайперов. И, кстати, Саакашвили уже допрашивали по этой версии тоже. То есть эти грузины, насколько я знаю, будут давать тоже показания, только в другом уже суде по верху. То есть у нас очень много судебных процессов, но они практически все в вяло текущем режиме разваливаются, я бы даже сказал. И мы все дальше и дальше от истины находимся на сегодняшний день. Более того, если брать альтернативный суд по госизмене, где вчера нам давали показания Тенюха и Наливайченко, до этого я ценю Каваков, Пашинский, Порубий, так они, по большому счету, мне кажется, просто даже не могли, не додумались или поленились встретиться все и как-то согласовать вообще позиции, потому что каждый говорит свое. Если так выходить, то они просто путаются в показаниях. Порубий говорит, голосовали за самоустранение президента в один день, а Ваков говорит, что на следующий день еще летал в Крым, и он там еще присутствовал. То есть вот такие вот нестыковки, они по сути ведут к тому, что я не исключаю, что либо же дело развалится, либо же может быть достаточно, скажем так, сюрприз, когда будет приговор, потому что как таковой доказательной базы нет, все больше и больше в обществе уже запросы на то, чтобы покарали они попередников, как хотели сразу, а уже какие-то очень много вопросов к нынешней представительной власти. Более того, когда уже есть конкретные доказательства, которые там были, допустим, опубликованы в том же расследовании Аль-Джазиры о том, что уже один из топовых чиновников нынешней власти Гонтрио якобы помогала выводить полтора миллиарда якобы Януковича, то это вообще, по сути, делегитимизирует всю линию гособвинения. То есть там, как мы видим, замазаны абсолютно все. И кому предъявлять эту гособвинения в нынешних условиях. Так что мне кажется, что самое интересное, как раз еще впереди, когда будут давать показания и Порошенко, и Турчинова, о чем мы уже, кстати, анонсировали в суде. Очень интересно послушать, что они будут говорить. И естественно, что самый смак начнется, что даже если украинский суд, он, в принципе, будет полностью под воздействием прокуратуры и власти, то потом эти же все улики, аргументы, их просто забракуют в европейских судебных конституциях. И я думаю, тогда очень многие нынешние сопоставленные чиновники вообще пожалеют, что они начали заниматься этими судебными процессами. Потому что там всплывают такие факты, как я вам только что говорил, о том, что вчера Тиньо сказал, что Пашинский виноват, и нынешний министр обороны Полторак, что они не давали никаких приказов нашим военным в конце февраля 2014 года, что они дали приказ выходить без боя со знаменами. То есть такие вещи, которые очень существенно носят репутационные удары. Это по Крыму, да? Это по Крыму. Но я уверен, что если бы процесс по Майдану не засекретили и не устроили пресс, то мы бы и там узнали кучу таких вещей, от которых волосы бы на голове дыбом стояли. Но рано или поздно все равно всплывет. Это лишь вопрос времени. Саакашвили будет использовать как ситуацию? Это у Невски тоже вот такие мехомайданчики, они один за другим накапливаются. Знаете, Саакашвили – это такой украинский политический биткоин. Не больше, не меньше. Биткоин же рухнул там, по слухам. Да, он то растет, то падает. Ну, по сути, он не меняется, понимаете? Я бы красиво добавил, что пока Луценки начинает майнить Саакашвили, то он падает. Когда он начинает майнить, так его сразу и вес растет в обществе, и поддержка, и внимание прессы. А вот сейчас от него немножко переключили внимание на альтернативных кандидатов, и вот биткоин Саакашвили упал. Но при этом майнеры собираются очень серьезно заняться этим проектом, потому что, по моей информации, Саакашвили в этом месте начинает разворачивать штабы. Вопрос зачем? Ну как, Соскин сегодня я слышал, говорил, что у него уже есть две дивизии, ну то есть 20 тысяч фолловеров, которые могут заблокировать и нацбанк, и парламент, и администрация президента, и их правительство, и требовать мирным путем, я не знаю, как это сопоставляется, но мирным путем требовать самороспуска парламента, и отставка президента. А вот так сопоставляется, как ведь, ну по сути травили же охрану резиденции Порошенко, когда туда поехали эти евробляхеры, кто там ездил, что это за какой-то квази-евромайдан, или там евроавтомихомайдан, ну когда они поехали, ну это же безобразие формное какое-то. Почему это безобразие? Андрей, как вы можете называть то, что делают? Отдыхать должен президент спокойно. Майдановские методы не могут быть безобразием, вы что? Президент уже отдохнул в теплых краях. А какое-то личное пространство, то есть... Зияни сегодня, на балу. Прокомментируйте, как вы восприняли, когда вдруг с Майдана, из центра куда-то поехали все эти автомашины, эти кавалькады просто шумные, праздничные к жилищу? А чем это закончилось? Можно сказать жилище, да, президента нашего? Ну чем это закончилось? Вот охрана сработала, не впустили, там уже были ряды оцеплений. Ничем это не закончилось. Забло раскрасили. Они же ездили так Луценко. Понимаете, это имитация кипучей деятельности. Договорняк, да? То есть приехали и так... Я не знаю, это договорняк или просто как бы некоторые гибридные друзья президента решили его в очередной раз чуть-чуть напомнить ему, что он не один в доме хозяин, а хозяева как минимум еще есть один. Но по сути это пока реальные угрозы не несет. Понимаете, у нас же как? Так, у нас идет громкое заявление, ну например, там заявление известного комбата о том, что мы ведем там вооруженных людей, заблокируем Раду и вообще покажем вам мать Кузьмы. Но это обычно заканчивается чем? Ничем. Стоп, но в Раду, помните, заходил человек, который там настолько грозно выступал, что даже разбежал сейчас депутатов. Ничего. Для этого всегда есть как бы альтернативный ответ. Олег, выноси козла. И он работает. На каждый шаг мы отвечаем матом. Я вас уже начинаю не понимать. Давайте о чем-то тогда уже понятно всем. Потому что, ну, кто из нас не садится, когда завтракать или обедать или ужинать и не приносит, может быть, молитву, не возносит даже Господу. Ну, вы-то вряд ли крестите рот. Но есть люди, которые достаточно большой процент, все больше их в Украине. Конечно, мешают там некоторые студенты, архитекторы, сжигают храмы, но люди все больше и больше верят во что-то. И вот этот молитвенный завтрак, что это такое вообще? Объясните, туда поехали десант какой-то из Украины. Ну, нормальное количество депутатов, которые заплатили же за билеты, за завтрак, за первое, второе, за талоны. Благотворительный взнос сделали. Билетов там нет, благотворительный взнос. Объясни, феномен этих завтраков. Зачем это нужно Украине? То есть там как-то можно перекусить или поприсутствовать, чтобы... Кого перекусить? Понимаете, я так понимаю, исходя из того, что порядка 60 человек поехало от Украины? 60, да? То есть количество увеличивается, я думаю, что не 40, но... Нет, там вроде порядка 30 депутатов, а если там еще только депутатов, там еще всякие там... Вот правительство, администрация президента. Можно брикмахера взять с собой, да? Или там личного повара, кстати, чтобы готовил... И тут самое, опять-таки же, смешное, что... Ну, помимо того, что они кучи денег потратят, это ясно, что завтрак-то он молитвенный, а молитвенно... Какое христианское направление? Протестантское. Поэтому я не отвечаю, что мы увидели на школе, что у нас очень большая часть политической лидии резко станет протестантом. А мы же отметили, помните, какие праздники отметили? Для того, чтобы понравиться Трампу. Католическое Рождество, мы отвечаем, вот и подготовились к завтраку. Хоть молитвы и забыли многие. Ну, хотя некоторым даже, как Тимошенко, удалось получить заветное селфи, ну, плохо, что не с Трампом, но с Куртом Уокером. Ну, она раньше туда выехала, потому что там была и до того года. Она его долго поджидала. Скажи, что за этим завтраком? Это просто является типичным, очередным элементом американской политической элиты зарабатывать деньги. Но это очень прагматичные люди. Они вот понимают, что с туземцем можно сбрить очень приличную сумму, за то, что им там раздадут какие-то сосиски на завтрак, там еще какие-то... Хот-доги. Хот-доги. Кстати, а что это? Вы знаете цену? Кто? Неизвестно, да? Цена засекречена, цена завтрака. Не, так вам разная есть. Там от 10 тысяч долларов, там и до нескольких сот. Собча готова была, по-моему, 200 и 300 заплатить только, чтобы... 15-250. Посадили, да, за стол с Трампом. И получилось, нет? Конечно. Чаще всего не отслеживало. Будем ждать теперь кто-то рядом здесь с Трампом. Ну, опять-таки же, это огромная возможность для ресурсов, чтобы заработать деньги. Поэтому они не против приезжать и хотите, вы поедете в следующем году. Нет, я не очень пока хочу. Выражаясь терминологией Кирилла, у туземцев есть тоже своя мотивация не провозить деньги просто так. Что такое молитвенный завтрак? Это определенный кастинг тех политических лидеров, которые хотят участвовать в следующей президентской гонке, которая будет в 2019 году на Украине. Их задача, если не получить благословение, то, по крайней мере, сделать так, чтобы к ним относились или неправильно, или хотя бы с какой-то долей положительности. Именно поэтому туда поехал такой крупный десант. Каждый из присутствующих хочет, во-первых, быть понятным Вашингтоне, во-вторых, получить благословение Вашингтуна на продолжение своей политической карьеры. Почему? Продолжается свистопляска вокруг антикоррупционного суда. Как мы понимаем, президент сейчас толкается с нашими уважаемыми западными партнерами относительно тех условий, на которых он будет имплементирован. То есть мы уже понимаем, что он в какой-то степени и в какой-то форме будет принят, но пока не понимаем, когда это будет сделано и с какого момента это будет введено. То есть это сделает американцев очень серьезным третьим центром силы здесь. И поэтому надо получить их небольшое полосовение. Внутри американских элит по-прежнему продолжается борьба. То есть что они хотят от будущего президента Украины? Какие цели и задачи он должен выполнять? Ну, и вот эта вот борьба элит, она приводит к тому, что идет, знаете, такое перманентное ображение. То есть надо встретиться и с товарищами, которые представляют условный сенат и конгресс, и надо встретиться с товарищами, которые курируют госдепартамент, надо встретиться с товарищами, которые здесь как бы занимают ключевые должности в посольстве, вернее их кураторами в Вашингтоне. И у каждого получить, так сказать, благословение. Ну, а под предлогом этого является молитвенный завтрак. Очень важный момент, который будет влиять, безусловно, на президентскую кампанию. Но я думаю, что самые Соединенные Штаты Америки, относительно того, как они видят будущего президента США, определятся где-то в начале весны этого года. То есть где-то через месяц, полтора мы уже будем... Будущего президента США? Нет, Украины. Услышал. Нет, нет, естественно, президента Украины. То есть настолько в Америке озабочены тем, кто будет президентом Украины? Нет, не то, что озабочены. То есть завтра прям этому посвящен? Нет, это задача наших туземцев. А у тех туземцев совершенно другие задачи. У вождей другие проблемы. У вождей. В этом плане, когда киевские князья ездили к хану Золотой Орды за ярлыком, то они хотя бы физически к нему приходили в юрту, и он их видел. Кому он ярлык выдает на княжество. А там половина своей трампы она же не увидит. То есть мы представляем, что не столько от Украины, там порядка 60 человек, а там еще есть всякие делегации Руанды, Нигерии. Ну сопоставимые, да. В перспективных стран приезжают, и какое-то количество людей. Это же тоже не первый раз, так было практически каждый год. И в прошлом году была точно такая, даже еще больше делегация. Интересно, там раздают как в самолете, там запакованные все. Просто выдавить, там сидишь уже. Это зависит от стоимости вашего взноса. Ну десятка, это, наверное, когда тебе дают такое, что-то маленькое, и еще там бумажных пакетиках. Да, гамбургер, холл с собой. Проблема же не попасть, вернее, не зайти в этот американский политический Макдональдс. А с чем из него выйти? С ярлыком. Да, то есть с чем ты его выйдешь? Холодный, сытый, да. Потратил ты деньги зря, не потратил денег. У нас кандидаты реально на постпрезиденцию, вот перечислили, кого вы вообще-то для себя уже выбрали, может быть, отобрали, как возможно. Ну не Одиджи у нас, Петр Васильевич Порошенко и Юлия Владимировна Тимошенко, да есть еще какие-то кандидаты, которые, может, мы и даже не знаем, но не поехали на завтрак. А кандидаты, может, поехали на завтрак? Нет, 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 нет. То есть в политике очень важно выдерживать паузу. То, что вы говорили о том, что Юлия Владимировна сделала там селфи с Кириллом. Селфи с Куртом Болкером, на самом деле, это тоже очень интересный момент, потому что о чем они говорили? Они говорили о Минских соглашениях, об их безальтернативности, о том, что нельзя замораживать конфликт. То есть о том, о чем мы с вами говорили на протяжении 17-го года, что позиция Запада, она в этом вопросе неизменна. И замораживать конфликт, по крайней мере, официальные лица в Соединенных Штатах не собираются. Они сейчас ведут активные консультации с Россией по поводу ввода миротворцев. То есть то, о чем мало говорили во время патриотического вот этого селфинга, посвященного принятию закона о реинтеграции, сейчас становится явным. Вся ключевая политика реальная, она не публичная. Вот это маленькое селфи, это такой, знаете, маленький такой сигнал о том, что, ребят, мы общаемся со всеми лидерами. Мы держим как бы всех на виду. Поэтому, Петр Алексеевич, или ты делаешь это, или, извини, это делают уже без тебя. Петр Алексеевич, он всегда может сказать, что я это сделаю, а потом обещать, не значит, жениться. Это понятно. Но, Кирилл, я тебе скажу так, в ситуации 2018 года у него коридор маневров все сужается и сужается. Вот то, что было у него в 2016 и в 2017 году, абсолютно невозможно сделать уже в году 2018. Это уже видно по не только заявлениям Запада, но и по их действиям. Помнишь, как бы, ну, знаменитый историчный визит в Давос, да? Будет кредит, все остальное, где миссия? Профессиональный картежник всегда считает, что в следующий раз у него получится всех перехитрить и, мягко говоря, и переиграть. Поэтому я тут так уже не сильно драматизировал. Я не драматизирую, просто я тебе говорю о том, что, как бы, Петр Алексеевич может попасть в ситуацию той мартышки, которая обманула всех, заплатила за такси и пошла пешком. Понимаешь? Ты же, что же за этой мировой геополитической картой сидят же, что же не Вася с Петями? И они реально отдают себе отчет о том, что происходит на Украине. Может, они не всегда это показывают. Но в непубличной сфере они проявляют это в первую очередь чем? Действия. Петр Алексеевич, это да, может еще рассчитывать на внешнюю конъюнктуру благоприятную. То есть ухудшение взаимоотношений Штатов с Россией, например. Это гадание на кофейной гуще. Полное безразличие европейских лидеров, когда они поглядят на своих собственных проблемах. Не получится. Коалитационное соглашение Германии, ты же видел, да, прописанное. Какие там пункты прописали? Там прописали, ребят, мы, конечно же, будем вам помогать, но при условии а, имплементации Минска, б, продолжение реформы. По принципу, утром в стуле, вечером в день. Да, то есть шара, которая была, она, как бы, оказалась, что имеет размер. И шара закончилась. Теперь надо делать действия. И это самая большая проблема текущей политической системы. Потому что все привыкли, что можно разменять время на какие-то обещания. Сейчас этот фокус уже не пройдет. Именно поэтому мы видим такое бурное, броуновское движение внутри нашей политической системы. Потому что все понимают, что время, когда можно было действовать по-старому, закончилось. А четкая и понятная система, как выходить из этого, есть не только лишь у всех. Поэтому, когда вы спрашиваете, кто будет кандидатом в президенты. Безусловно, кандидатами в президенты. Какие у вас есть? Какие вы присмотрели? Может, какие-то новые лица не будут? Смотрите, последнее исследование GFK, которое заказал институт Маккейна. Республиканский. Да, республиканский. Показал интересное движение. Во-первых, кто является на данный момент лидером? Это Тимошенко, Порошенко, Рабинович и, по-моему, Гриценко. Потому что, по-моему, если по партиям, то после Батьковщины на втором месте было Поблок, потом Рабинович, а потом только АЖБПК. Да, то есть, это те лидеры, которые сейчас. Ближе к началу президентской кампании, безусловно, кристаллизуется еще несколько лидеров. Если мы возьмем условное бывшее поле партии регионов, то там кто есть? Там есть Вадим Новинский, там есть Евгений Мураев, там есть Вадим Рабинович, там есть Михаил Добкин. Беда в том, что это как раз таки тактика очень выгодна администрации президента, чтобы они друг у друга оттягивали голоса. Да, то есть, у них задача сферограмма как бы единого кандидата. Та же самая проблема сейчас наблюдается на противоположном поле, где тоже идет разборот и шатание. То есть, есть Тимошенко, Садовой, Гриценко, Саакашвили, Наливайченко. Саакашвили вряд ли он ждал. Там уже Ющенко сказал, что пойдет в президенты. То есть, пора уже отсиживаться. В этой ситуации, как бы, как Кирилл сказал, да, банково это очень выгодно. Но, учитывая то, как развивается ситуация даже вокруг избирательного кодекса, мы понимаем, что на сейчас у Петра Алексеевича становится меньше инструментов влияния на ситуацию. Почему? Против него начинают образовываться ситуативные союзы. 2018 год это год ситуативных союзов. Когда бывшие враги, формально, да, могут стать в непубличном поле друзьями. И наоборот. Ну, то есть, возьмите взаимоотношения Петра Алексеевича и Арсена Борисовича. Они партнеры или конкуренты? Ну, они на Майдане, там же, вот я помню, это письмо. Подождите, на Майдане, как бы, интересно. Соратники, это люди, которые прошли... Это диалектическая связь конкурирующего партнерства. То есть, то же самое мы можем наблюдать... Они по-братыме. По-братыме. Ну, это очень сложный вопрос. Главное, что при этом каждый держит дулю в кармане. Знаете, они что гибридно дружат, то гибридно как бы воюют. Но при этом никто не знает, что сделает партнер на следующий день. Особенно вот ситуация с Арсеном Борисовичем, национальными дружинами и так далее и тому подобное. Ну, уже скажите про дружину. Не, я хотел добавить, как раз, про выборы. То есть, я так вижу, что на Банковой тоже достаточно есть адекватные политтехнологии, советники, которые не все видят только в розовых очках и понимают, что, исходя даже из этой социологии озвученной, что поднять рейтинг Петра Алексеевича до какого-то там, как было в 2014 году, ну, невеально в принципе. И, в принципе, очень большой антирейтинг. И поэтому там будет в основном работать по двум направлениям. Первое, это запускать, как говорит Руслан, череду технических кандидатов, чтобы они оттягивали голоса у его оппонентов, то есть и в его поле, и в оппозиционном. Но беда в том, что если ты создаешь технический кандидат, это хороший политехнологический трюк. Это когда он один или их два. А когда их грядка такая появляется, да, то они начинают уже у самого Петра Алексеевича оттягивать голоса. И второе направление, по которому они будут работать, это, по принципу, невозможно поднять рейтинг президента, значит, надо опустить рейтинги его конкурентов. То есть, дискредитация оппонентов. И мы уже видели это сначала, с конца, точнее, прошлого года, вот это началось со знаменитого, этого новогоднего обращения поздравления. Там крутили перед ним ролик, где-то в одном кадре было. И Юлия Владимировна, и Владимир Владимирович, да, что... Кандидат президента России, да. Да, вот эта связка, чтобы сразу же, опять-таки же, сделать таксичный Юлию Владимировну. То есть, это удар однозначно по ней был. Да, мы постоянно слышали, допустим, второе, это клише, это эти знаменитые вышки Бойко. Да, то есть, чтобы дискредитировать лидеров по Блока. Хотя, уже сам Юрий Витальевич, по сути, дезавуировал все эти заявления, но сказал, что это уже, оказывается, не Бойко, там, Листовицкого, или... Арбузово. Как Кацубы, Арбузово, кого угодно, но при этом, мы же видим, что негативная коннотация, да, уже состоялась, есть репутационный удар. То есть, это однозначно уже бьет по рейтингам и доверие, и поддержке. Я у Саакашвили, там, вообще, полный набор, чего к нему уже только не применили. Вот, начиная от Курченко, да, и заканчивая вот этими снайперами. То же самое, я уверен, будет применять и к другим кандидатам. Вот это будет, наверное, основная работа, как раз-таки, будет не на поддержку президента, а как раз-таки на дискредитацию всех его, возможно, конкурентов. То есть, смотрите, какая ситуация. Агент Лолита, да, полностью, как бы, дискредитирует агентов Кремля. То есть, такой междукремлевский междусобойщик получается. В этом плане, кстати, очень грамотная тактика у самого Кремля. Они впервые начали применять достаточно эффективную информационную стратегию, да, против Петра Алексеевича. Они же действуют в двух направлениях, да. С одной стороны, они его крепко душат в своих объятиях, вот такими вот различными, как агент Лолита, да, то есть, такими вещами, которые даже если ты будешь отрицать, да, то все равно в обществе есть негативный фон. Да, там, те же там, как скандал с Аль-Джазирой, те же мальдивский отдых. А с другой стороны, они его публично, периодически, не то Путин выступает в поддержку, говорит, что вот нехорошо, что Саакашвили пытается там действующего президента свернуть, то Песков скажет, да, что, скажем, президент имеет полное законное право отдыхать, где он хочет. Ну, то есть, вот такие какие-то символические делают заявления, которые в Украине однозначно воспринимаются, как чуть ли не сдача национальных интересов. И, как бы, по сути, тем самым толкает Петра Алексеевича, да, для того, чтобы он был вынужден идти на сближение ситуативно, если будет очень жесткий прессинг в Западах с Россией. Да, ну, то есть, по сути, то, что мы видели в последние месяцы Януковича. Только еще надо будет съездить обязательно в Китай и взять там кредит, когда МВФ откажет. Я думаю, что часть компании Путин, он же там где-то задекларировал свои доходы за много лет, и там всякие Нивы, там несколько старых автомобилей. То есть, сравнивая с Петром Алексеевичем, Владимир Путин выглядит просто бедным каким-то президентом России. То есть, ничего у него нет вообще. А это полностью соответствует электоральному запросу, кстати, как в Украине, так и в России, что идеальный президент, он должен быть опытный менеджер, но при этом бедный, как церковная мышь. При этом Кирилл как бы проанонсировал практически будущие шаги нашего правительства. Амелян же заявил о том, что собираются подписать контракт с Китаем на 7 миллиардов долларов. Маленькая проблема заключается в том, что Китай – это страна с ярко выраженной коммунистической идеологией. Поэтому я не удивлюсь, если перед получением этого кредита Петр Алексеевич и Владимир Борисович… Интернационал выучат. Нет, нет, поедут по городам и весям, как бы, наша необъятная Родина, открывая новые памятники Марксу и Энгельсу. Это старый гимн, его же поменяли, помните, на патриотическом завете. А если говорить серьезно, проблематика 2018 года заключается в следующем. Правительство собирается одолжить 8 миллиардов долларов. Из них 4 на внешнем рынке, 4 на внутреннем рынке. С внутренним рынком пока ситуация складывается более-менее для них относительно понятно. То есть под 16,65% на 75 дней государство позвучает у наших уважаемых богатых людей деньги. Процент спекулятивный. То есть фактически сейчас началось спекулятивное ралли. Оно никогда ни к чему хорошему не приводит. Аспект второй – долги внешние. Нам говорят, что Украина должна отдать 1,2 миллиарда долларов официально. Но это не вся сумма. Это только как бы государственный долг. Но есть же как бы еще не государственные долги? Раз. Есть так называемые проценты по выплате реструктуризированного долга и риска? Два. Есть вопрос о 3 миллиардах так называемого долга Януковича? Три. Вопрос, откуда брать деньги? Наши западные партнеры дали четко понять, как правильно выразился Кирилл, но сначала стулья. Для системы это большая проблема. То есть начинается выпуск евробондов. Он готовится сейчас. Прошлые евробонды вышли, по-моему, под 7,73, да, Кирилл? 7,2, если не ошибаюсь. Да, 7,2. Три миллиарда дали. Следующие евробонды уже выйдут где-то ближе 10%. Что это означает? Это означает, что Украине не доверяют. То есть когда идут такие космические проценты, то не доверяют. То есть ключевой вопрос, который мы сейчас должны поднять, заключается в том, что беря деньги под такие проценты, нынешняя власть прекрасно понимает, что после 2020 года она себя здесь не видит. После нас хоть поток. Это первая проблема. Вторая проблема. В последнее время, особенно в идеологическом поле, очень серьезно дискутируется вопрос о прошлом. Вот там эфиры происходят, выступления, там Ницо, Эфорион и так далее. То есть нас пытаются все время увести в прошлое. Прошлое тема, безусловно, важная. Но мы не говорим о будущем. Мы с вами тоже делаем исторические хроники. Мы с вами делаем исторические хроники, да, для того, чтобы как бы показать перспективу. А нас, понимаете, уводят в проблематику прошлого. А проблематика прошлого не дает возможность ввенуть в будущее. А проблема-то какая ключевая? Ключевая проблема заключается в том, что за эти 4 года 2-3 населения обеднели. Обеднели достаточно серьезно. И уехать хотят, вот непонятно, почему. 42% по последним исследованиям готовы покинуть страну. Вот в чем проблема. Вот о чем мы должны дискутировать. Вот на какой платформе должно строиться будущее. Ребята, как мы из этого слова из 4 букв будем вылазить? На основании чего? На основании какой программы действий? За счет каких ресурсов? Экономических, внутренних и так далее, инфраструктурных и так далее и тому подобное. Вот сейчас как бы проходит второй этап так называемой административно-территориальной реформы. В чем он заключается? На первом этапе сейчас создаются 700 ОТГ. ОПГ. Да, как их Кирилл называет ОПГ. Что это такое? Это идет фактически укропнение. Это административно-территориальные громады? Да, объединение территориальной громады. А на втором этапе получается, что будет еще большее укропнение. То есть у нас будет не 24 области, а условно говоря 5-6 федеральных земель. И вся жизнь концентрируется вокруг этих 5-6. А это же унитарное государство, помните, да, Украина? Мы будем еще более монолитны. Нет, это будет, знаете, независимы и непобедимы, потому что по-другому как мы с нами справимся. Слово федеральное надо, я думаю, декоммунизировать. То есть неважно, это суть, там, федерация, конфедерация, как бы, важна сама суть, не форум. Что это будет означать? Нет, 5 или сколько, 4 города-мегаполиса, да? Ну, смотрите. Чего строит в Киев столько жилья? Киев. Нам-то там, ну, не знаю, может, вам нет, они жили. Львов, Одесса, да. Понятно, Львов на втором месте вряд ли. Все-таки Киев, Харьков, Харьков, Днепр, оставим сокращенный вариант. Днепр, да, там, Одесса, да. Понимаете, а все, что будет как бы между ними... Все переедут, в конце концов, в Киев и... Там же не будет никакой инфраструктуры. Ну, смотрите, как бы, вот идет сейчас медицинская реформа, да. Убрали такое понятие, как районная больница. То есть, например, вот была районная больница, там, в райцентре, например, Городыще, да, Черкасской области. А теперь она этот статус утратила. И для того, чтобы человеку провести необходимое лечение, ему надо ехать в город Зенегородку, который находится порядка в 100 километрах от этого города. Так, Слава, не мельчите. Давайте как-то глобально возьмем вот эту проблему. Глобально после медреформы бесплатно будет только вход в больницу. Глобально это означает, что... А какие-то операции неотложные? Ну, неотложные, а на карточке у вас есть неотложные средства. Понимаете, глобально мы можем говорить о банкротстве, нынешняя политическая система, которая уже не может содержать социальную инфраструктуру. Почему? Украина стареет. Ваша же идея была посмотреть на то, как эта реформа административно-территориальная сыграет на то, что называется социальное государство. Конечно. А как она будет играть? Сейчас у нас как бы в чем проблема? У нас заключается проблема в том, что Украина стремительно стареет. Ну, не стремительнее, чем страны Западной Европы. Ну, чем не менее. Смотрите, какая ситуация. За четыре года... Не успевают постареть люди. За четыре года эта государственная модель, которая есть сейчас, и та власть, которая присутствует, не могут обеспечить достаточный уровень социальной защиты. То есть есть два пути. Есть путь зарабатывать больше или сокращать. Они пошли по пути второму сокращать. То есть переложить всю ответственность на плечи простых граждан. Поэтому, когда делают заявление о том, что у нас повышаются зарплаты, у нас растет пенсия, я всегда себе задаю вопрос. Ребята, а люди от этого лучше жить стали? Нет. Так Петр Алексеевич говорил о том, что не все реформы должны сразу приводить к каким-то влагам. Я вообще не всем понимаю, что вы считаете, что административная реформа, она может носить социально положительный характер. Это, по сути, просто смена модели управления из центра регионами. Не только, Кирилл, а то, что ты считаешь, это называется бюджетная децентрализация. Для того, чтобы больше оставалось налогов и сборов на местах. Это, в принципе, не столько связано с этими ЛТГ или сколько таких будет областей. Это просто связано с бюджетным кодексом. Это туда надо носить изменения, ну и также и в налоговый. Вот, чтобы там, у нас сейчас, если не ошибаюсь, 82% всех сборов идет в центр. Да, да. Ну, ты пойми, что это вещи, которые ты назвал, они, безусловно, важные. Но не менее важные и ключевой фактор будет, это не столько распределение бюджетных средств, сколько комфорт жизни каждого конкретного человека в небольших городах и селах. Это хорошо, когда в каком-то селе будет, как, например, в селе Софиевка, это три заправки, да, и с акциза, только с одного акциза на бензин они смогут получать 3,5 миллиона гривен. Софиевка, это там, где Умань, это парк знаменитый, да? Нет, Софиевка, это вот по трассе Киев-Черкасса, нет, это в районе Песчаново, это возле Переяслова-Хмельничка, условно говоря, да. То есть это хорошо, когда вот есть три заправки. Там в тророжной сборочке. Три заправки, есть возможность налоги получать. А если этого нет? Смотрите, вот я предлагаю все-таки, вот чуть пообщей, какими-то крупными мазками, да, к чему дело идет? Во-первых, великолепная, молодежная, трудовая миграция из Украины, да? Люди едут заработать денег, они выехали, заработали, 90 дней вернулись, деньги везли. А если не вернулись? И вложили в экономику Украину. А если не вернулись? Не вернулись, прислали, значит, там, Монегрэм, все эти, не знаю, способы переслать, как-то, может, дилеры всякие. Вы считаете, что это стимулирует экономику? Это и называется то, что, ну так, условно, евроинтеграция, да, хотя там все говорят, что нас не ждут. Индивидуально. Нет, это гастерборизация называется. Как это? Гастерборизация это называется, понимаете? Дело в том, что то, что вы назвали... Мы говорили, когда о реформе, мы вспомнили, вот, помните, с вами, Руслан, до эфира, Кирилл, он же даже не знает, период 20-х годов, это же у нас исторические хроники сегодня не получились, но было такое слово коренизация Украины, то есть национальные кадры, вот, реформы, ну, после НЭПа, после, говоря, в Украине. Украинизация, по сути. Ну, да, да, и когда... Мягкая украинизация, да. То, что предшествовало, потом было, ясно, дело, репрессии были, но вот до этого как-то была аж борьба. Понимаете? Вот что сейчас, коренизация, сейчас происходит коренизация. Сейчас не коренизация, понимаете, сейчас происходит... Декоренизация. Если опять же, ну, как бы, делать какие-то исторические параллели, то сейчас Украина очень сильно напоминает Польшу 30-х годов. Вот с той же самой проблематикой, понимаете, абсолютно тот же. Во-первых, социальный конфликт, языковой конфликт, религиозный конфликт, внешний политический фон, кругом одни враги, двувекторность. То есть в 30-х годах Польша и старалась дружить с Германией, и дружить с Советским Союзом. При этом в 34-м году пактом Нейрета-Липский поляки признали территориальные претензии Германии к Чехословакии. И вот эта вот попытка, понимаете, постоянно обмануть всех закончилась тем, что 1 сентября 39-го года из Варшавы на всю Европу донесся вополь. А нас за что? Понимаете? Вот вы пугаете, Руслан. Ну кто нас будет делить, Украину? Мы же уже все-таки сопределяемся. Мы же штаб Домообороны, да? Я не говорю делить. Штаб же, у нас могучий штаб, в конце концов, и возглавляет его, кто? Президент же. А у него же нет ставки. Ему и ставка не нужна. Он уже практически всех разбил своих порогов. У него же там повременность премиальная оплата. Мне кажется, вот эти все конфликты, которые говорит Руслан, и вот это экскурс, типа, в истории, что нам постоянно навязывает именно какие-то проблемы в прошлом. Я бы это назвал более обобщенно. Это просто называется разыгрывание властью гуманитарной картой. В отсутствие каких-то социально-экономических благ, в отсутствие хлеба, можно только устроить зрелище. А им же в колесо нечем. У них больше тех нечем. И они разыгрывают эту гуманитарную карту, начинают вопросы языка, все правильно, вопросы в истории. Правда, это все в жизни прилетает негативная ответка от наших соседей, еще не только с востока и запада. Вопросом, все правильно, религии, мы видим, что у нас постоянно какие-то захваты храмов, на выходных опять хотели снести десятинные монастыри возле музея истории Киева. Это какой-то новодел какой-то построили, не понятно, что там по настроили. Возмутительно, на историческом месте археологически шли какие-то исследования, отвлекаясь от того, какой там патриархат, но ни с того ни сего появилась палатка, потом что-то приварили, потом продают там что-то, свечки, наконец уже храм, монастырь целый. Да, там может еще какие-то монахи. Нет, вопрос, мы же не говорим сейчас с позиции юридического. И форма, да, форма, конечно, есть как-то так жестовата. Мы говорим с позиции того, что просто каждый человек с палкой, а если их организована группа лиц, может действительно заниматься, по сути, тем, чем должны заниматься только правоохранительные органы. Совершенно верно, да, это... А вот так называемые, мы тут не говорили, эти национальные дружины, то, чтобы пресекать подобные, допустим, беспределы, да, со стороны различных молочек, они просто, во большом счете, еще и только поощряют, потому что они являются ультраправых взглядов, точно такие же, как и все эти радикалы, которые требуют что-то поджечь, что-то снести. Смотрите, Кирилл, как назовем там, погром или что там было, вот, ну, в смысле, этот храм маленечко там повредили, да, там не было людей, у которых сзади было эти два слова написано, я же точно нигде ни картины не был. Понятно не было, потому что в субботу пришли прихожане, их было порядка 10 тысяч, порядка, не, не 10, а около 2 тысяч, и, естественно, что все право-радикалы, естественно, отказались что-либо поджигать или сносить. Но это просто один частный пример о том, как вот с помощью... А замечательный опыт, перебивая, но непротивление же вот этого вот зла насилию, да, или как там, злу насилием, то есть люди вышли, да, это почти как, ну, как рунди, ненасильственные ветры. Такой тоже получил анафему, так вот, дело в том, что... А иди роганья, ненасильственные методы, они вышли, все, и остановили. А это вообще другая цивилизация. Дело в том, что вот подобные вот такие вот разовые, как я говорю, примеры, да, они составляют эту вот мозаику гуманитарной карты, которая действительно приводит к конфликтам в Украине. И вот именно, хотя вот этой вот повесткой собираются отвлекать внимание от насущных, перед Русланом, проблем, там, больниц, пенсии, зарплаты, цен... От своего политического... Вот, то есть намного проще показывать, да, когда происходят вот такие вот, там, захваты лавр, да, как многие хотят, да, для того, чтобы люди просто захотели друг с другом бороться на религиозной площади. Ну, какую-то религиозную 30-летнюю войну, как это же было, организовать... Лавр, это же пещеры, попробуй захватить пещеры даже, это очень трудно. Понимаете, в чем проблема, то есть... Нет, невестный образ, да, гуманитарная карта, про комитет, что это такое, как-то крапленная гуманитарная карта, все не умолчано, какие-то образы карточных игр, шулерские... Гуманитарная карта, это то, что, как бы, нынешняя коалиция разыграла, как бы, тему, которую вообще трогать, ну, очень нежелательно, это тема языков, да, то есть, Венгрия, русский... Я говорю о цепях, говорю. Нет, я вам сейчас скажу, для чего это делается даже, если уж так совсем примитивизировать, как вы хотите, то это идет битва за 12-миллионный электорат Украинской Православной Церкви. Да, да. Вот, и вот этими вот наездами, судами, как там анонсировала Луценка по Запорожье, вот такими акциями, предварительно, чтобы захватывать лавры, там, лишить названия, лишить возможности вести службу. Да, это давление, давление происходит физическое на митрополита Ануфрия, чтобы они были более лояльны к ныне действующему политическому режиму, потому что это все-таки 12-миллионов электората. Более того, как бы, это... Где вы там насчитали, 12-миллионов, у нас не было никакой переписи, как это... Есть определенные соцопросы, кто является прихожанином какой церкви, и эти данные... И надо учитывать факты. 12-миллионов ходит московский патриархат, да, в эти церкви? Да. Я не знал. Это еще, как бы, вопрос церкви, это еще и вопрос, как бы, объединения Украины, потому что... Прихожане есть, как бы, у всех мест страны. То есть церковь, это один, скажем, из столпов, как бы, объединения Украины, а не разъединения. И вот удар по церкви, это попытка это разъединение продолжить. Почему? В нынешней политической системе, учитывая ее полное банкротство, необходим управляемый хаос. Разделяй и властуй. То есть, мы сначала можем побить патриотов на 9 мая, а потом сделать так, чтобы, как бы, провалитикальные силы побили кого-то другого. Раз, 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 раз. И при этом из вида широкой общественности, как бы, выпадают очень интересные моменты. Ну, например, тема по газу, да? Стоп, по газу. Вначале я церквях говорю. Два слова еще. Вот, например, я-то помню на Майдане, ну, мы же там снимали тоже, бегали, прятались и как-то вот выжили, в конце концов. Но и фильм есть, можно посмотреть. Был, конечно, эпизод, мне запомнилось, когда вышел какой-то священник, непонятно, кто был, там, фессия, деноминация, кому он принадлежал, там, да. И вот просто стоял между этими, ну, рядами людей, там, в мороз, и как-то он, по-моему, остался живой даже. Но больше примеров каких-то таких, что я не вспоминаю. Наоборот, даже на территории непонятно. Окрестные ходы, которые объединяют. Окрестные ходы объединяют, хорошо. Да, окрестные ходы. Понимаете, церковь должна генерировать что? Мир, семейные ценности и диалог. Церковь должна быть отделена от государства. У нас она формально отделена. И заниматься своими делами. Не лезть в бизнес, не лезть вот в эти все ужасы. Конечно. Просто у нас, что там попы, творят, вот которые, там, извините, ездят, не понимаете, на чем живут, и там застроили уже пол этого склона. Днепровского с той стороны, хоть там лавра – это красиво, конечно, но дальше… Это называется секулярно, секуляризированная церковь. Она отделена от государства. Секуляризированная часть Киева там… Она отделена, но как-то очень гибридно. Я просто как старый такой советский атеист, я вот возмущаюсь. Безбожный для меня. Все эти церкви, они как на подбор делают что? Что они делают? Забирают свободное время. Андрей, смотрите, какие интересные моменты. У нас как бы церковь формально отделена от государства. Но вот есть некий патриархат киевский, который при всех президентах пяти, да, почему-то находится в фаворе. Да? Я не знаю. Так это больше политический проект, а не религиозный. Да. Считается, что он религиозный. Вот когда товарищ… А вы поддержите, я чувствую, московский патриархат. Сидите, два голоса таким канонам. Я просто как бы хочу задать вопрос, как бы, а как можно оправдывать, ну, однополые браки, к примеру. Я говорю, что это неплохо. Это не церковный вопрос. Смотрите, давайте закончим с гуманитарной картой. Что имеется в виду? Что мы сегодня в будущее заглядываем, я там пытался говорить с вами о чем? О том, что есть миграция трудовая, о том, что, конечно, вот вы же сами сказали, и мы все об этом помним, крупные города, где и мы живем тоже, куда съезжаются люди отовсюду. Это что значит? Освобождаются земли, которые можно будет, ну, как-то продавать же, да, Кирилл? Да, перепутать. Типа зарабатывать на этом деньги колоссальные, и получат все, вот те бывшие колхозники, они так что-то получили, получат все больше. Да, вы только не знаете, что при современных технологиях для аграрного государства необходимо не более 5% населения, кто проживает в этих селах. Так, а мы увидимся в городах. Я к чему же хотел, вот глобально это же. Остальные пополнят армии трудовых мигрантов. Буквально на этой неделе Верховная Рада провалила как бы законопроекты, которые были связаны с продолжением реформы рынка земли. Расскажите. Это был президентский законопроект, суть которого заключалась в том, чтобы передать земли, которые принадлежат поселковым и местным советам, в их неведение. Ну, то есть, например, есть лесхоз, да, он как бы на территории населенного пункта. Вот он должен, за него должен отвечать как бы этот населенный пункт. Было внесено три альтернативных законопроекта, и ни один из них не прошел. Почему? Потому что битва за землю – это ключевой вопрос. Там сошлись и схлестнулись интересы очень многих политических групп и элит. И поэтому, несмотря на все как бы за здравие этих законопроектов, все хорошие цели – передать землю, дать льготы ветеранам АТО, развивать терминское хозяйство, по сути, идет битва за электорат. То есть, люди сельской местности – это один из наиболее дисциплинированных электоратов. Это те люди, которые, безусловно, на выборы пойдут. А сейчас в чем же соль ситуации? Согласно этого исследования, о котором мы говорили, знаете, кто лидер общественного мнения? Партия против всех. Причем с явным отрывом. Что это за партия такая? А это люди, которые не определились. У нас не будет такой стратегии. У нас есть там в этих бланках? Нет. То есть, 30% людей, они или разуверились, или на выборы не пойдут. И вот за этот электорат сейчас начинается битва. И ради этого можно пожертвовать как бы долгосрочными интересами государства. Понимаете, у нас же как принято в политике? Обещай, а сделать как получится. А вот вы знаете, как называются земли Западной Украины, согласно изменениям закона по сути национальной памяти, поиском? Это называется «Восточная Малопольша». Да, «Восточная Малопольша». Мы же с вами говорили об этом. Кто сказал такое? Да это в законе прописанном, который они скандальный. У поляков, да? Да, могу скрин показать. У нас называется «Антибандеровский» почему-то. Хотя там про Украину, если 60 слов есть, это хорошо. Вот вам и про историю, Андрей. Мы же с вами говорили об этом. И Львов тоже там намекают, что все-таки их город, да? Лемберг. Львов не отдадим, да? Вильнюс, кстати, тоже. Хотя, если там мусор же остался, там как-то можно... Слушайте, Андрей, но если так разобраться, то это Варшава всегда была убыточной, дотационной еще со времен Российской империи. Так что еще надо разобраться, чей перемышль, и так далее, и тому подобное. Если говорить серьезно, мы же с вами об этом говорили. То есть задача закона «Антибандеровского» – это проложить через историю мост будущего. Чей Львов, как правильно заметил, Кирилл. Это очень опасная игра. Это уже начинает попахивать западным фронтом. Малопольская, да? Нет. Это же тыль на лыжах не покатаешься, да? Мне кажется, просто я считаю, что нынешняя Польша пытается максимально стать похожей на Польшу 30-х годов. Так я же об этом тебе и говорил. Дело в том, что однозначно очень сильно культивируется имперский миф в Польше на сегодняшний день. Партия «Право и справедливость» Качинского почувствовала, что они чуть ли не третья страна Евросоюза после Германии и Франции, что они триггер Восточной Европы, что они любимая жена Трампа, что они будут, по сути, центром всей Восточной Европы. У них территориальные претензии не только в Украине будут, они любой польский националист считают Вильнюсской исторической территорией, у них, конечно, страны и Балтиния, что-то скоро большие проблемы. И в этом контексте Институт национальной памяти Польши является, по сути, копией Украинского института национальной памяти. Там точно такие же Ветровичи сидят, которые говорят точно такие же вещи, только у них бюджета больше и, соответственно, их поддержка больше. И поэтому конфликт между государствами будет только нарастать. И в этом плане не только вина Украины, тут надо быть объективными, что Польша, она сознательно готова идти на дальнейшую эскалацию, потому что они всегда считали, но это, наверное, есть доля правды, что даже те миллионы украинских гастарбайтеров, зарабячан по-нашему, что они их ассимилируют за 10 лет, что 10 лет это уже будут поляки. Поэтому они абсолютно не боятся разыграть дальнейшую антибандеровскую карту, потому что большинство как раз западной Украины. И более того, я думаю, что чем дальше они будут больше принимать различных унизительных процедур. То есть уже ходит разговор о том, чтобы все, кто туда въезжает, подписывали какую-то не ту присягу, не ту бумагу, о том, что они не поддерживают никакую бандеровскую идеологию, которая уже является уголовно преследуемой. Подписка неподдержки. И это будет все вполне сознательно. Чем больше будет украинцев, тем больше их будут пытаться, по большому счету, зажать, ассимилировать подобными непосредственно уже нормативными актами. А то, что тут будет Ветрович лает дальше, им, в принципе, на это все равно. Потому что на сегодняшний день Польша, в отличие от Украины, является членом Евросоюза, и если она будет объявлять списки невъездных составлять, в которых уже Ветрович вошел, но я так понимаю, что эти списки будут расти, то их потом не будут принимать и другие страны Шенгена, согласно внутреннему законодательству. То есть прилетит Ветрович в Париж, а вот Польша подала, что это человек невъездной, у него же нет внутренних границ, и его этим же рейсом депортируют. Также могут и уголовные дела начать штамповать. То есть в этом плане позиция украинских элит намного слабее, а Польша, как и Венгрия, будет блокировать и евроинтеграцию, и интеграцию с НАТО. То есть уже переходите из ролика, как вы раньше говорили, что это наш адвокат, в прокурора. Но я не верю, что они будут что-то там территориально захватывать в обозримом будущем. То зачем? Ну границу они не закроют точно. В первом веке не надо захватывать, надо влиять. Это первое. Второе, давайте не будем забывать. Прогресс есть в том, что описал Кирилл сейчас? Ну столько же с вами об этом говорили, что почему Польша 30-х годов, я сказал. Сейчас, в 2018-м, это прогресс какой-то для вас? То, что описал Кирилл, как ситуация, когда все же украинцы свободно могут езжать в Евросоюз через Польшу, работать там. Подписать какой-то документ, а потом, ну не знаю, гонение... Знаете, для меня было бы прогрессом, если бы поляки ехали работать в Украине. Принято? Это первый. Второе, как бы давайте не будем забывать, что экономическое чудо Польши очень сильно замешано на субвенциях, которые дает Евросоюз. 80 миллиардов долгов вы расписали. Да, поэтому как бы их экономическое могущество, это достаточно такое спорное понятие. Третье, Польша разыгрывает ту же карту, которая разыграла в 30-е годы, но на каждого рыц-смиглы найдется свое 1 сентября 1939 года. И последнее, что я хотел бы сказать по этому поводу. Проблема не в Польше, проблема в нас. Слабых всегда топчут, а сильными всегда договариваются. Если бы Украина была сильной, с нами мы договаривались. Так что Польша должна с нами договариваться о чем? Вообще с сильными всегда договариваться. Ну это как абстрактно, по Польше же там утащите. Подожди, подождите. Слабые и сильные? Мы с Польшей воюем сейчас, что ли? Нет, не воюем, но вспомните, как этот вопрос решался при том же Кучме, да? Тогда поляки с нами договаривались. А сейчас поляки выставляют землю. Ответение о России, вот как тут сильные и слабые? Причем тут Путин и Россия… Если бы вы такой лозунг провозгласили, то надо как-то отвечать за свои слова. Правильно, так понимаете, Путин и Россия здесь опосредованно влияют. Да, у нас идет война на Востоке, но при этом внутри страны мы же стали слабее. Государство утратило монополию на насилие, раз. Власть осталась старых кардио, но местами, конечно, кажется, что… Утратило полностью. Скажем, государственная система устарела. То есть мы ведем дискуссию сейчас о языке, а люди сейчас уже, как бы, продвинутые страны ведут дискуссию о том, когда лететь на Марс. Понимаете? Вот он на вас летит. Эту машину закинули на орбиту. Это смешно. Нет, это не так все смешно, как кажется на первый взгляд, но это темогильного разума. Это же идиотизм нет? Война на Донбассе – это как палка о двух концах. С одной стороны, она ослабляет, говорит Руслан, внутреннюю ситуацию, внутреннюю повестку в Украине. С другой стороны, это чуть ли не единственный фактор, который хоть как-то еще сплачивает украинское общество перед внешней грозой, чтобы не скатиться в жесткий политический кризис, который наступил буквально через год после первого Майдана. Я уверен, что если бы Путин не начал эти авантюры на Донбассе, то мы бы умели уже где-то в 2015 году и перевыборы, и полный конфликт между Блоком Петал Порошенко и Народным фронтом, потому что они однозначно друг друга съели бы сразу. Разыгрывая этот фактор внешней угрозы, они еще как-то манипулируют обществом на протяжении четырех лет, чтобы хоть чуть-чуть сплачивать ситуацию. Но и то этому же время подходит конец. Мы видим, что чем дальше, тем больше это вызывает эффект так называемого износа, что чем больше тебе говорят про Путина, агентов Кремля и агрессии, тем это больше вызывает смех и просто определенную ехидную улыбку в обществе, потому что если понимаешь, то уже этим просто пользуются как отвлекающим фактором. Проблема заключается несколько, на мой взгляд, в ином. А именно, скажем так, проблема четырех лет после Майдана, ключевая, заключается в том, что Украина не смогла создать неконфликтное социальное общество. Не конфликтное социальное общество. У нас же идет кроме внешнего конфликта, у нас очень серьезный внутренний конфликт, не только же с вами говорили, церковь, язык и так далее и тому подобное. Виноват в этом только действующая власть, никто другой. Вот почему мы стали слабыми. У нас 20 лет классовая война. Мы слабые внутри, и это сразу же проявляется внаружи, но по-другому не бывает. Вот почему Польша, Венгрия и все остальные ведут себя именно так. Я сейчас не говорю о Ветровиче, понятно, что это как бы диагноз. Я говорю о другом. Какую мы альтернативу предлагаем? Я согласен, что у нас слабенькие пенсии и стипендии тоже не сильные. Это все следствие, понимаете, это следствие того, что мы не развиваемся, а мы деградируем наоборот. А нам надо развиваться. Чем больше мы будем деградировать, тем больше у нас будет проблем внешнеполитических. Скоро дойдет того, что до территориальной претензии начнет Молдавия предъявлять. Это уже вообще смешно. Ну, Руслан, как-то немножко грустно вот тут об этом. Мне кажется, вчера у меня был, допустим... Так как можно развиваться, если мы не создаем рабочие места? И он рассказал, что мы по грузоперевозкам, по ЖД, вообще тут просто лидируем в Европе. То есть что-то же везут по этим железнодорогам. Куда везут, кто везет? Причем-то железнодорожные перевозки, смотрите, у нас... Ни одним рассылок, что у кого пути не заложены через Украину, они все через Беларусь. Но внутри столько еще железнодорог, по которым столько всего ездит и перевозят... Пока ездят, понимаете? У нас рост ВВП в семнадцатом году. Сначала пытались нарисовать 2,1, но потом как бы пересчитали, поняли, что не всегда хорошо обманывать международные структуры. И где-то скатились до полтора. То есть у нас рост полтора, и в России рост полтора. Там санкции внушат экономику, а тут весь мир с нами. При таком росте полтора процента ВВП, это ни о чем, это минус. Мы должны отдавать по процентам больше, чем мы зарабатываем. Поэтому, ну о какой перспективе можно говорить? Есть какие-то отдельные локальные успехи, понимаете? У нас рекорд по перелетам. Борис какой-то поставил рекордов. Два миллиона или двадцать миллионов. Страшная ситуация. Так это же есть был анекдот в девяностых. Кризис. Выход есть всегда. Аэропорт Борис по терминам ВВП. Для того, чтобы локальные успехи доставляли гордость, необходимо, чтобы общая картина была и динамика положительная. Этого мы не наблюдаем. Руслан, выйти на город, в город Киеве, про Черкасса я тоже радуюсь. Строится бум просто строительный в городе Киеве. Мне кажется, на это деньги. А при этом сколько квартир в Киеве новостроек не продано? Расскажите. Это я не знаю, но я знаю, что строится и это радует. Порядка семидесяти тысяч. На рынке сейчас предложение по продажным квартирам порядка семидесяти тысяч. Превышается. А спроса раз в пять все меньше. Да и вообще их строят не потому, что есть строительный бум. Потому что это просто следствие тотального недоверия банковской системе. Люди позавирали, кто мог, депозиты и вложили их в новострой. И плюс фактор столицы, что да еще кто-то хоть объедет. По регионам таких строек нет. Тут еще есть один интересный момент. НБУж поднял учетную ставку. То есть гривна начнет дорожать. То есть начнут дорожать кредиты. Дорожать гривна начнет? Это неплохо? Укрепляться. Укрепляться так называемо. Нет, это хорошо для общества, но это плохо для бизнеса, для развития экономики, для экспортеров. Давайте последний сюжет. У нас есть еще много времени. Все-таки вот чтобы немножко так, ну приятно, что во-первых вы вместе. И есть какая-то дискуссия даже у нас. Укрлайф это дискуссионная платформа, да? Ну это круглый ствол. Хочется все-таки закончить, ну чем-то вот я тут уже реплик такую выдал. Ну она может быть несколько тут для вас кажется такой ретроградской, какой-то такой старперовской, такой советской. Я напомню другой космос, да? Там что Заполон, Белка-Стрелка, десятки космонавтов. Леня Космос. Это был такой в самом деле мэр. Недавно читал на правах рекламы в Фейсбуке Черновецкий пишет о своем сыне. Ему 67 лет, у него маленький сын и об этом всегда при этом читать. Но вот что для вас сегодня эти все забросы в космос, там машины, маска и так далее. Ну выскажите на этот счет и мне просто важно, потому что это же вот там биткоины, там прогресс, там ракеты летают. Что это такое за жизнь у них там? А Украина тоже к этому причастна? Так писала пресса вчера, что самолет Руслан доставил части этой ракеты к космодрому. Но мы вам об этом не будем говорить вслух, потому что все подтверждающие документы засекречены. Знаете, мир на пороге очередной научно-технической революции. А мы как бы колупаемся в своей местечковости. Вот чем самая главная проблема. Вот этот момент нам нельзя пропустить. Успешный проект Украины возможен только в том случае, если мы будем идти в ногу со времени по всем параметрам. Политическая система, экономических предпочтений, социальных предпочтений. Знаете, вот когда-то говорил Наполеон, счастье на стороне больших батальонов. Вот Украина как бы должна переломать эту тенденцию, когда рождаемость ниже смертности. От того, что мы станем в скобках великой аграрной державой, никакой конкретный гражданин страны не выиграет. Выиграет определенная очень прослойка, остальные проиграют. Потому что великих аграрных держав не существует в принципе. Наша задача построить успешный проект Украины. Но для этого надо пройти огромный путь и преодолеть массу рисков. Самые главные риски начнутся с осени 2020 года. Это будет пик кризиса. Мы его должны пройти. А уже потом как бы у нас есть достаточный потенциал, я надеюсь, пока еще остался. Пока остался, я хочу это подчеркнуть, для того, чтобы это преодолеть. Если мы это время потеряем, то выход из проблематики будет гораздо сложнее, гораздо дольше. И не факт, что все закончится так хорошо, как мы думаем. Вы смотрите, пока Кирилл сейчас ответит на этот же вопрос. Вернее, продолжим, может быть, вашу мысль. А я втиснусь, как всегда, когда я сделал Гладких. Вы знаете, да, Валентина? Он четко напомнил мне и вам тоже, что мы по-прежнему украинцы все, кто с паспортом и гражданин украины. У нас же по-другому паспорту мы же не олигархи какие-то. Мы все в золотом миллиарде. И это продолжается. И вот это вот разделение труда во северном масштабе. По какой карте он определил, что мы достиг с золотом миллиардом? Оно как бы так выглядит, что немножко за счет других мы 27 лет жили, за счет этого разделения труда, вписываясь там разными цифрами можно хорошо копировать, и это как бы продолжается. То есть вот все эти страсти, что тут все провалится, рухнет, вымрем и так далее, они, конечно, хороши для каких-то политических лозунгов. Почему? Никто не улетит, все уедут. Все улетят, потому что есть деньги на билеты, на авиа. Поэтому я к тому, что все-таки, ну есть же какой-то свет в конце туннеля, тем более размножение о детях, это конечно Кириллов. Это философская парадигма, есть ли свет в конце туннеля. А некоторые считают, что это просто встречный локомотив. Тут можно же по-разному это трактовать. Вы прям присоединяйтесь сегодня к такому грустному замечанию Руслану. Вся проблема в нас, вся проблема, какой мы сделаем выбор в девятнадцатом году. Будем ли мы его делать? Кто решает выборы в стране демократической, что решает выборы? Демократическая все решает. Да, что-то я так не заметил. В Америке до Трампа, после Трампа. Вместо Трампа. На Трампа они подгоняют, а все как у них по-прежнему. Доллар какой-то. Да нет, у них там не совсем по-прежнему. Но это тема отдельная. Трамп налоги снижает. Видите. Создает рабочие места. Возвращает капиталы. Заставляет Apple вернуть 250 миллиардов в развитие. И нам такого президента бы, может быть, нужно снижать. Ездит по миру, всем все продает. Да. Нам нужен свой право. То есть до выборов ни о чем говорить не будем сами? Давайте как-то все-таки. У нас 18-й год это очень масса интересных событий, которые идут по нарастающей. Вот четвертая годовщина событий на Майдане. Это будет очередной виток развития политической ситуации в стране. Перед Петром Алексеевичем сейчас станет вопрос, что делать. Его достаточно сильно сейчас уже начинает давить относительно того, чтобы он пошел в отставку по состоянию здоровья. Да, вообще какая-то фантастика. Почему? Он великолепно выглядит. Румянец такой не бывает. Он, конечно, похож на Ельцина, но не настолько. Вопрос не в том, похож он или не похож. Более того, у него и преемника никого нет. Когда он пойдет? Это мы, Кирилл, думаем, что нет преемника. А есть ли он или нет? Вспомни ситуацию с тем же Ельцином. Кто думал, что у Ельцина есть преемник? Я не слабо себя вижу в этой роли Юрия Витальевича Луценко. Это второй вопрос. Давайте название придумаем, о чем вы сегодня говорили. Это же важно. Какая-то мысль, которая должна заострить внимание. Мне хочется понравилось, что Саакашвили это наш биткоин, и если его генпрокурору не манья, то он падает. Ну хорошо, да. То есть про Маск говорить не будем. Ну ладно. Маск есть большая... Политическая мозаика Украины. Ага. Мозаика. Или битконизация всей страны. Маск – это просто аферист и популист. Да. 2,2 миллиарда долларов уже минус. Вы знаете, что все его проекты, они существуют только, начиная Тесла, заканчивая полетами в космос, только исключительно за деньги налогоплательщиков США. Но он полностью дотационный. Проблема даже в другом. То есть вывод на орбиту 100 тонн груза, он же экономически сейчас не выгоден. То есть были шаттлы, были энергия бурана, они выводили аналогичные грузы на орбиту, но потом посчитали, даже американцы программу шаттл закрыли, в том числе потому, что она экономически не рентабельна. То есть если выводить ракету условно говоря на Луну или на Марс – да, но это целый отдельный комплекс научно-технических вопросов. Ну это сейчас нет денег ни у кого. А то сейчас делает Маск как бы, вот Тесла, ой, Тесла говорю, это его компания, Луна Маска закончила 17-й финансовый год с убытками 2,2 миллиарда долларов. Вот и все, масковское экономическое чудо. Я вот сегодня вспоминаю, я люблю, как-то помните, какие-то еще российские космонавты в целях какой-то другой рекламы, там не Тесла, чуть ли там не клюша Гэллоп или каких-то этих шариков, ну для игры понятно в гольф, да, они вышли в открытый космос и с этой клюшкой зафигачили этот шарик куда-то в сторону, но и раз Солнца. И опасно было в том, что там инерция, чтобы не оторвался этот какой-то фал, не улетел космонавт. Самое главное, что сейчас в Америке разрабатывают новый двигатель на принципиально иных законах физики, а в России разрабатывают новый реактор, который даст этому двигателю топливо. Смотрите, страны вообще живут как бы. Вчера у меня был шулип, все пишут про плутоний мне, я пытаюсь сейчас вникнуть, что обогащать, и начинать про какой-то новый физический закон. Что это такое говорить? Начинаем обогащать плутоний или его уже давно обогатили и применили даже на таких лицах, как Литвиненко в свое время. Жаль, что на завтра не будет лайков, ничего, на следующий день запишем. Спасибо за разъяснение, кстати, насчет Маска и того, что это все-таки не очень выгодно. И по сочувствованию американским налогоплательщикам в этой связи, да? Более того, помимо того, что нет запроса на такие большие массы подъема за раз, так еще не все его ступени возвращаются назад. Не только ли все? Да, он изначально считал, что они возвращаются назад будут, и это существенная экономия будет при следующих стартах. А вот они не все возвращаются. Опускать автомобили в рекламных целях, это очень, как говорится, дорогой и бесполезный пиар просто. Угу. Почти там вспоминается рога и копыта, да, такая фирма? Не, но Маск, понимаете, это очень такой… Ну, красиво, когда вот на эту платформу в океане, да? Все очень красиво. У Мавроди тоже все выглядело очень красиво. Я не халявщик, я партнер. Поэтому вопрос огни. Вы сравнили. Мавроди ничего не производилось. Все-таки что-то же люди делают и рассчитывают, из которого раза, и все-таки точно приземлилась. Спасибо, что все равно вы относитесь к этому по-доброму. Конечно. Поэтому я жду вас всегда здесь в студии на Укрлайфе. Спасибо. Спасибо вам, друзья. Кирилл Молчанов. Мы не прощаемся с ними, потому что эти люди… Ну, вы их видите на всех каналах, ну и в том числе на главном канале, да? На Укрлайфе. На Укрлайфе. Спасибо. Мы продолжаем нашу трансляцию. Спасибо. Спасибо.